здрасте уважаемые подписчики гости канала подписываемся на канал нажимаем на колокольчик ставьте лайки пишите комментарии сегодня видео значит вчера мне звонил коля лысый пост вы уже все видели ну и маленький разговор плохая связь там у него но что-то я все-таки записал разговор с трезвым нормальным человеком работает кроет крыши вот у себя там дома все у него отлично но у меня не очень на работе у меня засада ребята еще раз говорю выбирайте места работы где самое главное платят не важны ничто не важно в нашей жизни сейчас научили нас так почему-то жить у меня вот засада на работе короче два раза заплатили четыре раза я получал зарплату два раза заплатили вовремя все четко второй раз задержка на 8 дней и сейчас уже седьмой день и вчера был такой легкий кипиш вот но я вчера промолчал сегодня молчать я уже не намерен буду идти до последнего вплоть до увольнения больше показать мне нечего я все показал за два месяца что я умею трезвые прихожу вовремя ни одного прогула все четко ни одного косяка по моему поводу по моей работе нет пусть решает вот сейчас вот этот вот смотрите далее кухонный уголок я сделал тайм-аут тайм-аут беру до того как выплатят зарплату во-первых так она и не приблизилась к той сумме которую обговаривали изначально во вторых ее просто не вовремя для рабочего восемь дней это третья часть месяца первый раз восемь дней второй раз семь дней на на полмесяца я откинут просто назад для чего ходить на работу вот он говорит я там много плачу у меня бизнес я там 500 тысяч плачу туда все мне какая разница что ты плачешь ты когда брал человека на работу ты думал о том что ему придется платить сам вел когда-то бизнес и все это я понимаю деньги всегда есть если это рентабельный бизнес всегда есть деньги всегда есть чего дать аванс крупный аванс половину отдать там как-то частями но все равно я раздаю долги даже в таких условиях когда у меня нет заработка со стороны и не платят работу не платят зарплату на работе это я даже в таких такой ситуации потихоньку постепенно маленькими частями но отдаю долги вот ну не будем портить настроение смотрите ролик всего вам хорошего снимать особо нечего но я думаю скоро скоро у меня появится время для съемок если далее так пойдет на работе не кричит мобильная связь да блин телефон тупи периодически я не могу писать я тебе замучился чтобы написать я понял тык мэйк блин ты где там в подвале в каком-то сидишь я понял такие вот дела дела нормальные у тебя как у тебя как да ничего нормально документы сделал ну слава богу как там мама да ничего она у меня отболела коронавирусом я все ли я все лето никуда вообще дома не вылазил ты там ничего не подцепил любка манька ксюха живые бомжик приехал назад я же отправлял домой в архангельск это тебя связь пропадает наверно все живые вроде ну да ну вот за исключением космос помер ты на не знаешь короче все на месте да все на месте что-то а ты где работаешь сейчас даночка я конечно прошу прощения не знаю где затерялся эта штучка которая ты просила переслать вот я купил сегодня на арбат ездил вторую вот она у меня дома в пакетике вот она тут такая она вот мой кулак мужской кулака рядом да или вот допустим пачка сигарет вот такая она вот что здесь написано москва такая картинка там плавают всякие штучки теперь я буду искать способы отправить не через почту почему потому что мне сегодня одна женщина написала там в комментариях мне говорит документы важные шли пять месяцев вот уже сколько два месяца назад я отправил почти два месяца полтора и она не дошло через почту россии так что прошу прощения я буду делать вторую попытку все таки я добьюсь результата чтобы не быть балаболом хозяином своих слов быть в кремле открылась бесковидная пивная там собралась одна компания блатная а по стране позакрывались а футкорты и самолеты не летают на курорты и вот сидим галантерейна за столами течет по ленам спутник вис антителами и лишь один вопрос как объяснить бациле что мы ее почти уж год так победили а год назад когда ковид на нас нахлынул мы крайне шустро заводяжили вакцину но не признал обходить на малину международный медицинский шмаровоз привели сергию бахрейн и сан-марино привели мексику иран и аргентину но аргентину где-то так наполовину вторую дозу кто-то где-то не довез и тут внезапно как гроза в начале мая пришла зараза к нам из города мумбая страны слонов отчизны рама и шама танцоров диско и коварных дельта штаммов за первою волной пришла волна вторая и население как-то ближе стало краю но не спешат на шприц на вирус невзирая колодца спутником маруся роза рая ах вам бы стать моншер примером для народа а то вы ходите пардон без qr-кода без санитайзера перчаток без опаски и как я только что заметил и без маски ой бросьте глупости привьем мы население во мне родилось гениальное решение народ привьем мы тихо быстро полюбовно не принудительно но все же поголовно кто не привитый тут же выкинем с работы и со скамейки в парке и из самолета и даже с плановым простите геморроем вокруг больницы пусть печально ходят строем привиться должен поголовно избиратель а если нет ответит кто работодатель мы этот метод утрясен узаконим ну а загнется бизнес тихо похороним закроем все и гордо скажем до свидания зато откроем урны для голосования что безграничное доверие выражая нас снова выбрали маруся роза такие стульчики получились вот ребята взял два кресла в работу вот такая вот грязище это еще высыпалось при разборе большая часть вот я их раскрутил и нашел клад кто меня знает близко поймут не поверите так сколько тут 5 15 1750 валера узбек если ты смотришь ты поймешь о чем я 1750 нашел в кресле в одном во втором 60 копеек нашел какую-то приблуду не знаю серебряная не серебряная пробы нет замка нет не знаю серебро или не серебро вот такой поиск поиск кладов так и назовем следующий ролик поиск кладов в мебели вот такой вот кухонный уголок перетяжка дается с трудом опять блин разбирал не я сиденье осталось обидеть там какой-то треугольничек должен быть и разбирали смотрите как повыла муля дсп дсп ламинированная не знаю что с этим делать там вообще детали не хватает такой же если такое прокатит я короче выпилил фанерку обил ее технической ткани попробую с той стороны тоже сделать такой интересный уголок но весь за расшатанный дсп скручена на конферматах и уже раза то испортились короче расшатались все отверстия протянул тут еще тоже технической ткани вот так забить надо все поломали разбирали вот там от стойка тоже сломана она была с края я их местами поменял короче сеть полная я не знаю решение не я принимал так оставлять оставляй по идее надо новую выпилить вот но как по цвету отнесется клиент что она будет другого цвета из фанеры допустим выпилить подморить немножечко из фанеры крепче конечно и так он весь какой-то шатается болтается хель полная так интересно задвигается задвигается с этой стороны тоже будет тоже подлокотник подлокотники открываются но это все лирика делаю я его уже второй день делаю медленно почему медленно во первых очень много трудоемкий трудоемкая работа во вторых какое сегодня 19 или 20 20 число зарплаты нет должна была быть 15 19 я уже во днях потерялся ну и совсем не хочется работать чисто из-за этого вчера в 6 ушел хотя работа до 7 сегодня пришел в 10 ну короче жду зарплату сказали в обед уже обед но что-то я не слышу не слышу смс сообщений волшебных так что опять невезуха опять невезуха по ходу надо искать другое место работы если здесь не договорюсь понаразбирал много угловой диван опять огромный два кресла реклайнер до сих пор не сшили много еще два кресла обычных разобрал с 3 заказа моих разобранных ну и тут работать дофигища дофигища но не вижу денежного вознаграждения к сожалению работать совсем не охота не знаю как дальше в конце покажу что получилось вот такой друзья получился уголочек ну это конечно пиздец сделан как попало никогда так не делаете может быть где-то это прокатит но в москве это может и не прокатить не от меня зависит но уже лимит времени во первых во вторых двадцатое число сегодня зарплата нет до сих пор короче я принял решение что это последний заказ и я жду занимаю выжидательную позицию до выплаты зарплаты дальше будем разговаривать вчера попытался поговорить никто меня не услышал не поддавайтесь ребят вот на такие вещи не хотят платить люди деньги вот по этому уголку расскажу косяки ну во первых извиняюсь за выражение проебан весь вся фурнитура весь крепеж собирал что было как бы как таковое здесь нет крепежа ну собирал что было во вторых швейные работы видите да не совпадают швы здесь он совпал здесь не совпал это не от обивщика зависит это швейные работы насколько я мог настолько я вытянул этот шов суда утянул и этот шов туда утянул они вообще были вот так просто капец это первое второе при разборке поломали но я уже показывал вот сломана деталь ламинирная дсп данных условиях естественно я новую деталь такую не изготовлю я ее склеил закрепил скобой убрал самое невидное место но если клиент увидит может предъявить и здесь вот потеряли представляете потеряли вот эти вот направляющие доводчики время 11 часов принесли наконец-то новые купили даже круче с доводчиком теперь будешь сам заезжать вот такие сейчас установлю диван в принципе неразборный это вот самое главное я хочу но они вряд ли позволят мне ехать на установку по понятным причинам потому что я буду знать сколько денег там остаток забрали и так далее короче очередная работа которая работа ради работы не интересно все ставлю упаковываю и жду жду оплату так что граждане выбирайте работу где платят деньги пока это так без без обозначалого лиц вообще короче кошмар никакого настроения так готов готов все нормально это для того чтобы потом не говорили как его там соберут доставщики меня мало интересует готово все ништя ну короче потихоньку офис создает как это сказать или невыносимые условия или тему для конфликта ну чтобы или не платить или оправдать себя задержки заработной платы вот так что сегодня у меня будет денек насыщенный работать я дальше не буду 12 часов дня сейчас что-то будет памятка для сборщиков состыковать вторую часть сюда вот она упакованная стоит закрутить восемь конфирматов четыре здесь четыре здесь в этот скотч малярный замотал чтобы они не потерялись и чтобы знать где их винтить значит восемь конфирматов и два болта один вверху на 13 один внизу под этот под шестигранник все восемь конфирматов два болта и вставить два ящика вся сборка для удобства сделал так вот так вот так вот так вот так